Я знаю, мы все тут профессионалы и журналисты, но ведь у каждого есть какие-то предпочтения в жизни. Любимый цвет, игра, фильм, блюдо или бренд в конце концов. И тут я должен признаться, я давний поклонник бренда Honor. Я помню, как буквально влюбился в Honor 9 и его переливающуюся крышку. Для меня все тогда сошлось в бренде. Он стартовал как молодежный, продавался только онлайн. Да, сейчас, конечно, он уже не столько молодежный, он скорее для всех. Купить его можно не только онлайн, но и офлайн, почти в любом ритейлере. Но главного у Honor не отнять. У них всегда выдающийся или интересный дизайн. Короче говоря, мне очень нравится, что делает бренд в своем ценовом сегменте. И это несмотря на то, что я сегодня ищу от смартфона гораздо больше, чем готов предложить производитель. Вопрос, на который я хочу ответить в этом видео. Может ли среднебюджетный Honor 70 предложить мне что-нибудь профессиональное из своих функций? И вообще, какой он? Смартфон от Honor образца 2022 года. Поехали. Как я уже говорил, Honor как бренд делает смартфоны модными. Это всегда стилистические решения, которые субъективны. Но на моей памяти в каждой номерной линейке был и есть модный смартфон со смелым дизайном и несколько стандартных версий. В 70-й все так же. У меня роскошная зеленая версия. Есть классическая черная, а есть версия мерцающий кристалл с необычной крышкой. Такую точно заметишь в толпе. Но этот зеленый явно мой фаворит. Крышка стеклянная и матовая, а под ней явно есть какой-то фотореактивный слой. Потому что когда свет попадает под нужным углом, возникает ощущение, что крышка буквально светится изнутри. Боковые грани у этого смартфона тонкие, на мой вкус. Как и качелька громкости, например. Но зато нажимаются, они упруго и четко. За это лайк. Но тонкость боковых граней взамен дает ощущение комфортного хвата устройства в руке. Ведь и задняя крышка, и экран изгибаются по краям. И несмотря на то, что устройство не маленькое, 6,67 дюйма в руке смартфон как раз ощущается миниатюрным. Ну и раз уж мы коснулись экрана, то скажу сразу. Он отличный и явно превышает свою категорию или класс во многих аспектах. Это OLED-матрица с HDR, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 800 нит. Как всегда можно настроить цвета и только посмотрите, как меняется их количество и градация, если менять с яркого режима на обычный. Обычный тут обозначается P3, а это расширенный цветовой диапазон по сравнению с sRGB. То есть это не одно и то же, так что не дайте настройкам вас запутать. P3 как раз убирает градацию с глубоких частей цвета. Надеюсь, камера это передает. В то время как в ярком режиме цвета, да, становятся глубже, но при этом получают ступенчатый градиент. Короче говоря, я бы ставил обычные цвета и шел с ними по жизни. Потом и фильтры в том же инстаграме будут правильно отображаться, и в лайтруме, если что, сможете все правильно обработать. С точки зрения характеристик, все тоже на высоте, особенно учитывая стоимость смартфона. Напомню, это 35 и 40 тысяч рублей в зависимости от версии. Процессор Snapdragon 778G+, памяти 8 и 128 или 8 и 256 гигабайт, оперативный и встроенный соответственно. Батарея 4800 мАч. В комплекте быстрая зарядка на 66 Ватт. Сенсоры камер 54 и 50 мегапикселей, основной и сверхширик соответствия. Из коробки работает все под управлением Android 12 с Google сервисом. Да-да, они тут есть, с этим все в полном порядке. Возможностей всего этого железа хватит для абсолютно любых задач прямо сейчас. Игры в лучшем качестве, без тормозов. Да, смартфон нагревается, но в абсолютно нормальных значениях. Не говоря уже о каждодневных задачах, типа просмотра роликов в ТикТоке или Ютубе, или выбора следующей игрушки в Google Play. Ну и давайте поговорим про камеры, потому что они тут отличные и набор здесь довольно редкий. Ведь в среднем ценовом сегменте предлагают, как правило, только один хороший сенсор. Все остальное в довесок. Тут два отличных. Основной Sony AMX 800 на 54 мегапикселя. Сверхширик мы не знаем подробностей, но он на 50 мегапикселей. А детализация это как раз то, чего не хватает сверхшириком сегодня. И есть дополнительный для создания карты глубины, то есть для эффектов боке. Основная камера делает отличные снимки. Там где есть свет и даже там где его немного. Мои счетчики воды выглядят как никогда четко, а если это не причина обновлять камеру смартфона, то я не знаю что. Но если серьезно, у камеры большой запас четкости во всех областях. Да, алгоритмы Honor довольно агрессивные, но если вы не стремитесь к документалистике, то это может даже пойти на пользу. Мне нравится то, насколько мягкими получаются кадры, насколько сглажены края предметов, насколько мягким получается боке на фоне и как справляется HDR. Нечто новое, на что теперь приходится обращать внимание, глубина резкости на фон. Ведь сенсоры в смартфонах стали сравнительно большими и даже в них теперь есть эффект широкой диафрагмы, без одноименного режима. То есть смартфон физически создает размытие фона. Да, объекты должны находиться довольно близко к объективу, чтобы добиться такого эффекта. Но поверьте мне, портреты на широкоугольную камеру это тоже определенный выбор и стиль. И мне такой стиль с физическим размытием нравится гораздо больше, чем софтверно. Сверхширик делает четкие снимки, но ему явно нужно чуть больше света, чем основному. Но и в средненьких условиях он тоже может многое простить. Самое главное тут – мегапиксели. Потому что в солнечный день вы получите преимущество над почти всеми смартфонами на рынке, имея огромное количество информации на сенсоре. Что касается профессионального режима, то есть ощущение, что он не готов. Во всяком случае режим такой съемки есть, и вы можете настроить все что угодно, и это прекрасно работает. Однако вы не получаете RAW файлы на выходе. Они весят столько же, сколько стандартный JPEG, около 2 мегабайт. Зато если делать фото через приложение Lightroom, все работает отлично. На выходе получается файл размером 25 мегабайт. И в нем просто тонны информации. При этом смартфону вполне себе хватает мощности, чтобы скомпилировать этот RAW файл очень быстро, не давая вам смазать кадр. А если делать снимок в недостаточной освещенности, можно увидеть паттерн шума. И он ну очень уж мелкий. А это хорошо, ведь его проще не заметить. К тому же он однообразный и бесцветный, а это вообще уже какой-то бесплатный пленочный эффект. Короче говоря, я вас призываю попробовать хотя бы пару раз делать фото именно в таком режиме, и только потом его обработать. И вы поймете, на что действительно способна та или иная камера. И поверьте, я делал платные заказы и съемки на телефон. И вот на этот тоже можно взять какой-нибудь рабочий заказ и сделать его. Главное, правильно подобрать стиль обработки фото. Но в Honor привнесли нечто новое и в видео. Ведь можно снимать натуральные влоги на эту камеру. Причем они подумали над классным эффектом типа картинка в картинке. Или съемка сразу с двух камер. Или, например, режим, когда вы ставите камеру на сверхширике и получаете общий план, а в дополнительном окне получаете крупный план человека, даже если он перемещается по кадру. Камера при этом фиксирует фокус на человеке, и даже если он выйдет из кадра и снова войдет, фокусировка его узнает и снова зацепится. А еще его можно перемещать от одного человека к другому, но для этого вам понадобится операт. Я бы, конечно, подумал о петличке при любом режиме, если вы хотите создавать контент, как в моем случае. Но сам визуал интересен и может выделить вас на фоне других креаторов, особенно в каком-нибудь ТикТоке или Рилз. Но хватит об этом, давайте переходить к выводам. Как вы уже поняли, Honor 70 действительно может предложить мне какие-то профессиональные функции по цене среднячка. Он может делать очень и очень хорошие фотографии или креативные видео, а его экран, он настолько хорош, что вот это предмет точный из какой-то более высокой категории. Добавьте к этому отличный процессор и быструю зарядку, которая идет в комплекте, и вы получите смартфон, который выполняет самые востребованные сегодня задачи, на голову лучше своего ценового сегмента. А не этого ли мы хотим в конце концов от наших гаджетов? Обмануть систему и получить что-то более крутое по более привлекательной цене. И конечно тут ребята из Honor о нас заботятся.